Мужчина хочет видеть с собой девочку, он должен эту девочку содержать. У меня там... Многие, наверное, слышали про Звездный парк. Теперь у вас есть супер-возможность подключиться к Звездному. Да и не просто подключиться, а подключиться без комиссии Яндекса. Да-да, подключение абсолютно без комиссии Яндекса на три дня. Для этого просто зайдите на сайт Звездного, оставьте заявку на подключение и укажите промкод 0. Выполняете поездки вы, а комиссию Яндексу платит Звездный. Также у Звездного лучшие условия по комиссии парка. Она фиксирована от 2 рублей за заказ. Круглосуточная техподдержка, ну и, конечно же, моментальные выплаты. Ссылку на подключение я оставляю в описании. Кто пишет, говорят, водители заранее нажимают кнопку, когда еще не подъехали. Вот смотрите, видите, где я вот, допустим, сейчас стою, да, в машине? Вот смотрите, у меня заказ вот за этой машиной. Вот понимаете, вот 5 метров, да? Я вот только вот должен вот поворачиваю, у меня кнопка тянется, что на месте, и заказ отменен, понимаете? Мне не хватило 5 метров. 5. Стоял безнал. Вот поэтому всегда нажимают заранее. Чтобы такой вот херни не было. И такой это не единичный случай. А я к ним ехал 3,4 километра. 3,4. Они ждали. Грубо говоря, минут 5. Их просто за 5 секунд они отменили заказ. Ой, где тут встать-то, господи, боже ты мой. Блядь, а тут перекрыто все, блядь. Где мне их ловить? О, перекрыли, блядь. Даже встать негде. Ладно, позвоним. Все стоят с телефонами, но никто не смотрит на номера. Алло, здравствуйте, а вы где стоите? Ну, вот я на вас смотрю. А я светленькая. О, все понял, ага. Я, говорит, светленькая. А я еще поверну камеру, вы не увидите. Нахера она меня увидела. Запрыгивайте. Да где я тебе встану, блядь. Блядь, я проехал мимо нее, она, блядь, стоит, смотрит. Ха-ха-ха, где-то что за прикол был? Я подъезжаю к ней, она как будто меня не видит, короче. А сзади и менты, и все, ну, что делать? Пойдут пешком, блядь. Алло, вам вперед теперь надо чуть-чуть пройти. Ага, жду вас. Была веселая, блядь, за одну минуту стала грустной. Сейчас на картах порешают. О, так, ножки, ну, вы, наверное, не увидите. Так, за жопу не дает потрогать. Что-то там полез куда-то, что-то там как-то. А, типа под пиджаком можно. Ха-ха-ха. Ой, блядь. Хер его знает, видно вам, не видно. А вон моя идет. Здрасте. Социалистическая? Вы что-то минуту назад были довольны, сейчас что-то недовольны уже. Вырос роли, что я дальше проехал? Ха-ха-ха, ну нет. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения карьеры... Здрасте. Можно просто следовать вот за этой машиной, на самом деле. Да, я без них смогу. Вы не будете против послушать радио 104 ровно? Это наше радио. Сейчас, подождите, Ковенский, да, у вас? Ковенский, все верно. Все верно. Да, вот можно за ними ехать, мы едем в одно место. Да, зачем они мне? Пусть сами едут. Окей, хорошо. Это ж тарифт-бизнес, они ж улитки. Просто раньше у них будет странно приехать, потому что там хозяин квартиры выиграл. А, он там в той машине? Да, да. А, блин! Просто не поместилась и вызвала отдельную тачку. А, вот оно что. Ну ладно, придется медленно ехать. Давайте включим наше радио. Ну давайте. Разъявимся по-другому. Какое вы сказали? 104 ровно. Нет, это что-то далеко. Отсюда листать. А, вот здесь ближе. О, они только плетутся там. Сделайте громче, пожалуйста. Группа Калибри, я их уважаю. А? Курю. А в машине можете? А что вы будете курить в машине? У вашей сигареты. А, мои нет. А у тебя... Посоревноваться хочет. Поехал по-другому пути. Ну, сейчас посмотрим. Что такое? Я думаю, да, но они по другой дороге вообще едут. Сейчас посмотрим. Айкос нет. Айкос нет. Фруктовые. Все, едем. Выкинули. Я не видел, как я видел, я вас прошу. Вы просто можете ответить, да или нет, и все. Что так сразу в агрессию, да? Я не в агрессии. Вам все разрешают курить в машине? Да. Да? Ну, я у вас такой буду плохой, а? Я у вас буду такой плохой. Не плохой. Ну, я же вам не разрешил. Так, а вы же курили стояли, в чем проблема-то? Покурили, да поехали. Ну, я просто не начала. Так покурили бы постояли. Нет, я просто тоже курю, я просто вот спрашиваю, особенно мне удивительно. Ну, послушайте, я же не курю в самолете. Ну. Можно я же иметь, что вот так-то. Хотя я могу тот же Айкос купить вообще легко в самолете, но это я не понимаю. Ну, как не понимаю, Айкос он вонючий очень. Да, я вас умоляю. Я там курю. Я бы когда был длительный перелет, я бы не видел ничего. Ну, вам повезло. А когда вас поймают, вы будете плакать очень горькими слезами. Да. Ну, вы такая богатая. Если честно, как бы, у меня абсолютно бывает. Почему? Потому что, понимаете, если мужчина будет себя вести по мужчине, и возможно, они имеют, смогут иметь право заново что-то говорить женщинам. Возможно, сейчас мужчины воспитываются, если честно, с мамами, и воспитываются они такие-то уже больше, чем полвека. Вот. Птица мужчин, ой, я не люблю, чтобы женщина курила, ой, до свидания. Ну, нам не нравится, что вы мало зарабатываете. Ну, послушайте. Ну, вы разные вещи сейчас сравнили. Курить? Да, абсолютно. Если, вот, я здесь, если вам не сложно, можете дальше проехать? Могу, вот. Я просто хочу поехать в этом месте. Ну, как бы, вы купали один дом, я просто не помню, умер дома, я просто ехать, я здесь живу сто лет. Так, куда дальше? Сейчас пойдет машина подключим. Да нет, куда, где продукт? Да можно здесь. Ну, курить и деньги зарабатывать, это разные вещи. Да нет, не разные вещи. Да нет, не разные вещи. А когда мужчина хочет видеть с собой девочку, он должен эту девочку содержать. У меня там... У вас по карте? Карта. А так, а курение, нет, одно дело шмотки красивые, а другое дело ее здоровье. У меня сумка стоит 90 тысяч. У меня сумка стоит 45. Это очень дорого. Так нет, а курение-то здесь при чем? Так это при том, что мужчина, который не может на это заработать, не может говорить, курю я или нет. Ага. Ну ладно, все, всего доброго. Понимаете? Спасибо за поддержку. Да, до свидания. Заказ будет оплачен картой. У меня просто поймите, мне-то пофиг, кто где курит. Я просто вот эту фишку эту про такси... Сука, ты стоишь, куришь, покури на улице спокойно. Зачем, сука, с этой соской, блядь, сюда запрыгивать, нахуй? Я вот в это не могу понять, нахуй. Какая-то скорость, сука. Какая-то, блядь, сука, ну какая-то дичь, блядь. Но для меня это люди деградируют, нахуй. Это все... Я боюсь просто стучать посильнее, сука. Это все-таки Solaris, нахуй, не немецкая машина, нахуй. Она может ебануть, нахуй. В любой неподходящий момент, блядь. Поэтому аккуратненько, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok